здравствуйте наши дорогие друзья мы рады приветствовать вас на нашем канале и сегодняшнее наше видео будет вновь посвящено звездной тематике вот этой красивой звезде я хочу сказать что впервые я ее шила 9 лет назад и шью использую своих проектах до сих пор она смотрится по-разному в разных цветовых гаммах вот обратите внимание прекрасно вот в такой новогодние столовые дорожки очень красиво правда красиво в ярком батике или в цветном хлопке и роскошно вот в таком большом одеяле здесь таких звезд 30 в начале я вам покажу как легко и просто вот легко и просто шьется эта звезда далее я расскажу буквально в двух словах вот об этом обдеяли здесь в нем 30 таких звезд расскажу как они компонуются между вот этими соединительными блоками очень красивое одеяло с роскошной милой изнанкой это коллекция называется гуси так как у меня от этого проекта осталось некоторое количество тканей я впервые использовала вообще всюду лоскутка вот впервые сделала вот такой коврик тоже делается очень легко и просто обратите внимание какой дуэт одеяло и коврик и так мы начинаем с вами работать над этой звездой вот наша звезда и для того чтобы нам с вами ее шить необходимо четыре квадрата одинаковые по размеру со стороной 5 половиной дюймов я хочу сразу обратить ваше внимание что эту звезду вот эту звезду мы с вами будем шить в дюймах два квадрата одинакового цвета должны быть это есть не что иное как лучи вот этих звезд далее идет один квадрат фоновой ткани и один квадрат более светлые чем лучи звезд ткани которая у меня вот здесь будет в середине далее нам нужен с вами центральный квадрат и 44 вот таких вот квадрата со стороной два с половиной дюйма а вот к этим элементам которые тоже входят в состав каждой звезды их 4 мы с вами более предметно перейдем чуть попозже наша задача в начале шить вот эту звезду приступаем перед тем как мы приступим к этой звезде я хочу вам показать линейку которая у меня уже девять лет она уже вот такая вот старенькая я с ней шила очень много проектов очень много проектов эта линейка слотовая здесь есть отверстие по которым мы можем спокойно разрезать вырезать и обрезать что делать если этой линейки нет мы спокойно берем любую дюймовую линейку и малярный скотч и я вам покажу как обойтись без вот этой линейки вот эту линейку я вчера нашла на алиэкспресс идеальная линейка для полу квадратных и полу треугольных блоков она стоит 1200 по моему рублей и 260 рублей доставка во все уголки россии и если эту сумму сложить то это получится гораздо дешевле чем заказывать в каком-нибудь американском или канадском интернет-магазине я сегодня покажу как ею пользоваться но работать мы будем с вами по-русски дорогие друзья ссылку на эту линейку в магазине алиэкспресс я оставлю внизу под видео рекомендую ее приобрести потому что это многофункциональная линейка я чуть попозже покажу все ее функции и так у нас с вами есть два наши квадрата которые будут лучами вот они вот они лучами дальше один квадрат из легкой такой ткани и один квадрат из фоновой ткани мы накладываем лицевыми сторонами к этим зеленым нашим квадратом и я уже могу вам показать как работает эта линейка первая роскошная функция вот этой вот линейки я ее прикладываю темная вот эта вот линия я ее соединяю вот с этими вот уголками и маркером смывающимся правила если вот этого нет что делаем делаем следующее берем обыкновенную простую линейку и из угла в угол из угла в угол проводим линию посередине а строчку на расстоянии одну четвертую дюйма здесь и здесь и так сейчас мы заколем и наша с вами задача пойти к машине и проложить вот эти вот две строчки одну и вторую и так мы очень быстро проложили эти две строчки под утюг стабилизацию сделаем шва берем линейку любую и разрезаем вот здесь вот посередине как разрезать очень просто мы с вами проводили вот эту центральную линию мы сейчас по этой центральной линии и разрежем открываем и у нас с вами получилось вот таких два квадрата как разрезать использую вот эту вот линейку обратите внимание мы берем вот с этой стороны прикладываем линейку здесь есть вот такие вот черточки тире которые обозначают не что иное шов мы вы видите ровно-ровно совмещаем со своим швом мы не ошиблись а так как линейка слотовая здесь есть отверстие для того чтобы мы спокойно вставили свой нож и разрезали сейчас мы идем к утюгу и заутюживаем в сторону темной ткани вот сюда у нас с вами снова получилось наши четыре квадрата но уже немножко другие что делаем мы соединяем их вот таким вот образом и делаем следующий наш блок будет не что иное как песочные часы мы не можем соединить их вот так темную ткань к темность стороне потому что она заутюжена получается в одну сторону переворачиваем это с этой стороны а это с этой соединяем мы с вами пальчиками вот достаточно пальчиками соединили вот у нас с вами должен получиться вот такой вот блок так и точно так же делаем здесь соединяем вы просто пальчиками очень хорошо должны это прочувствовать не должно быть вот такого бугорка далее берем линейку давайте я вам покажу как все просто делается вот с этой линеечкой вот теперь я пользуюсь вот этим слотом он не для ножа он пошире он для маркера вот эту черную линию которая здесь с этой стороны я прикладываю по диагонали от угла к углу и провожу маркером те линии по которым я буду строчить все у меня это все есть но для гарантии безупречного результата я вот здесь вот ближе к шву вот к этому заколю двумя булавочками нет у нас этой линейки хорошо что делаем так проверили берем проводим линию от угла к углу вот маркером и дальше пользуюсь то ли линейкой то ли я лапкой 1 4 дюйма мы прокладываем с одной и со второй стороны строчки но я все-таки воспользуюсь линейка я нашла где у меня 1 4 дюйма раз прорисовала едва тоже зафиксировала вот здесь иду к машине и прокладываю вот здесь строчки и так мы проложили вот эти две строчки и сейчас мы разрежем значит я снова покажу вам как это легко делается вот этой линейкой переворачиваем ее другой стороной вот здесь где прям вот стежки шовчик такой продолжен вы никогда не ошибетесь вы приложили это к своим взяли нож и не беспокоясь о том что вы можете уйти в какую-то сторону влево или вправо открываем и с вами получаем не что иное как блок который называется песочные часы безупречное соединение вот этих четырех деталей в этом блоке так если нет такой линейки мы берем просто линейку обыкновенную мы работаем с ними 350 лет и посередине в данном случае не очень удачную линейка честно признаюсь она такая мутноватая но она как-то попала ко мне очень давно так здесь проверяем прекрасно прекрасно все прежде чем идти к кутюгу посмотрите мы открываем вот это вот соединение прям вот цветочек вот такой и нажимаем на него пальчиком вот а потом идем и заутюживаем вот тут шов уже лег в ту сторону в которой требует заутюжка и так у нас с вами получилось 4 одинаковых блока которые называются песочными часами если бы вот этот вот блок мы взяли и приложили ну конечно обрезов до определенного размера вот сюда посмотри ой нет вот так вот вот главная сторону не перепутать у нас с вами получилось не что иное как звезда агайо но мы сегодня делаем с вами звезду более красивую она у нас будет более изящные блоки большие и вы видите что мы их должны каким-то образом обрезать вот сейчас этим обрезанием мы с вами и займемся если у вас есть эта линейка то вы поступаете следующим образом это блок песочные часы наша задача вот эту вот точку поместить вот сюда обратите внимание мы поместили наше пересечение диагональных линий ровно и наш с вами задача так как мы обрезаем наш блок до размера четыре с половиной дюйма мы находим вот эту линию слотовую с отверстиями для ножа четыре с половиной с этой стороны и четыре с половиной с этой лишние обрезаем теперь переворачиваем те стороны которые мы уже обрезали мы посмотрите безукоризненно совмещаем вот с этими двумя черными линиями вот они вот середина у нас на месте мы обрезаем здесь там где написано четыре с половиной и находим четыре с половиной здесь но нужен ли нам такой большой по размеру блок вот он вы видите что изящество вот этой звезды заключается в том что мы какую-то часть должны обрезать не пугайтесь этого обрезания мы с вами сейчас возьмем дюймовую линейку и не со стороны фоновой ткани фоновую ткань бережем а со стороны вот этой вот нашей легкой ткани которые у основания шипов наших звезд отрезаем один дюйм и обрезаем вот этот день вот теперь наша деталь готова вопрос закономерные зачем нужно столько много обрезать 1 дюйм обратите внимание я специально для вас пошила звезду в которой обрезан не один дюйм а пол дюйма можем ли мы назвать ее удачной вот если мы сравним с вами вот эти вот две звезды это не очень хороша мне нравится вот это и так с помощью вот этой вот линейки я обрезала наши эти блоки песочные часы и отрезала один дюйм снизу вот столько вот у меня порезу лек осталось если нет этой линейки что мы делаем для того чтобы заменить вот эту линеечку мы берем дюймовую линейку как правило это линейки квадратные но с одним условием здесь должна быть вот это вот горизонтальная линия от угла к углу любая линейка квадратная любая линейка наша задача обрезать этот блок до квадрата со стороной четыре с половиной дюйма для этого мы находим на этой линейки ну вот в данном случае меня уже есть обозначение четыре с половиной я беру малярный скотч узенький такой вот малярный скотч и прикладываю вот к этой вот линии где проложены вот эти вот стежочки 1 и здесь четыре с половиной раз два три четыре с половиной да действительно здесь даже все обозначено цифрами вот нет линейки мы ее сделаем сами обратите внимание вот наш квадрат вот если я вот эту вот линеечку приложу сюда я вот эту диагональную линию совмещаю нахожу свою вот эту вот серединку вот видите 4 стежки 4 с половиной дюйма заканчивается вот здесь и здесь я совмещаю вот с этой диагональной линии и принципе я уже готова взять и обрезать если у вас такой линейки нет где четко обозначена там половинки дюйма вы прочее берем обыкновенную простую простую линейку квадратную но тем не менее на этой линейке мы с вами тоже определяем четыре с половиной дюйма 1 2 3 4 и вот эта половина беру приклеиваю и сюда ровненько ровненько у нас с вами есть одна диагональная линия если вот здесь их было много то здесь только одна как мы делаем вторую мы от вот этого угла до этого должны проложить какую-то линию от угла к углу принципе это как-то даже широковато но тем не менее мы с вами будем ориентироваться вот на этот край нашей линии эта полоска малярного скотча она у нас не должна быть такой широкой но так как у меня по уже не было я сейчас просто пройдусь линейка не повредится не переживайте лишнее я обрежу для чего мне это нужно для того чтобы мы видели вот эту вот серединку ориентироваться мы с вами будем вот на этот край вот 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 на этот вот который идет у нас вот здесь обрезаем до четырех с половиной дюймов совмещаем посмотрите у нас вот это вот линия нашей малярной ленты совмещается мы зашли вот в принципе даже можно сделать и тоньше но я вижу что у меня все прекрасно я беру обрезаю вот это вот все без не переворачиваю и здесь делаю ровно тоже соединила и вот наш блок проверяем наш блок вот он четыре с половиной дюйма теперь убираем один дюйм вот отсюда с этой стороны и получаем вот такие четыре блока вот посмотрите все наши перезубь а дальше давайте мы будем раскладывать красиво будем раскладывать посмотрите это уже красиво вот вот наша задача теперь заняться вот этим центром в центре у нас с вами красный квадрат и к нему 4 квадрата со стороной два с половиной дюйма на обратной стороне нужно прочертить вот такую диагональную линию которая по которой мы будем прокладывать строчку размещаем два квадрата следующим образом и прокладываем вот здесь вот строчки и так мы проложили диагональные строчки и теперь заутюжим для того чтобы не пострадали вот эти углы нашего квадрата заутюжили вот углы ровные 90 градусов это тоже очень важно и теперь оставив одну четвертую дюйма припуска обрезаем и с этой стороны обрезаем у нас с вами остались еще два квадрата делаем следующее прикладываем так и вот так зафиксировали идем в машине и прокладываем вот эти строчки стабилизируем вот эти треугольники по углам нашего квадрата пока вот таким вот образом не обрезайте сначала сначала заутюжить а потом уже обрезать он тогда более ровная будет иметь форму и так снова лишние обрезаем здесь делаем то же самое оставили на припуск наши отходы вот наша середина чего нам с вами не хватает нам с вами не хватает вот этих вот элементов вот они есть у меня вот здесь если вы предпочитаете то вместо вот этого блока вот здесь вот красивых таких блоков в этой звезде можно просто расположить квадраты из фоновой ткани со стороной три с половиной дюйма я сейчас хочу вам показать как быстро делается вот этот блок которая вот таким вот образом в углах этой звезды для того чтобы приготовить вот один вот такой вот блок нам нужно соединить между собой следующие детали этого блока вот эта середина это идет слева это идет справа средняя деталь здесь нам нужно две полоски фоновой ткани и одну центральную в середине все полоски шириной полтора дюйма вышиваете между собой и заутюживаете на принтовую сторону и получаете такую длинную полоску вот полоска ткани которую мы с вами имеем от метража она приблизительно 110 112 сантиметров или 40 или 42 дюйма но так неудобно шить поэтому я всегда облегчаю эту работу делаю ее более комфортно я разрезаю ее пополам и мне потом легче даже утюжить 55 сантиметров чем метр десять далее что нужно для того чтобы сделать вот эту деталь все очень просто берем фоновую ткань шириной два с половиной дюйма и полтора дюйма шириной нашу принтовую ткань сшиваем их между собой и заутюживаем правильно куда на принтовую сторону и тогда когда вы будете их соединять обратите внимание они у вас просто войдут безупречно и так у вас получается вот такой вот блок это квадрат стороной три с половиной дюйма а теперь давайте быстро пойдем к машине и будем соединять эти детали в одну целую звезду каким образом сначала между собой соединим вот эти потом среднюю нашу красивую часть центральным квадратом и вот это к машине дорогие друзья я то уже убежала к машине на мне тут рядышком и забыла вам сказать да вот для моей бернины я ставлю свою лапку 1 4 дюйма вы тоже определенную работу провели с той лапкой с которой вы работаете занимались позиционированием иглы вы прострочили измерили по дюймовой линеечки и у вас правильно припуск 1 4 дюйма и так идем к машине лапочку меняю и так дорогие друзья вот наша красавица она уже самостоятельно может светить себе во всех проектах но я вот в этом большом одеяли разместила ее вот такую рамку так как размер ее десять с половиной на десять с половиной дюймов до действительно это квадрат то я сделала вот такие детали которые обрамляют каждую звезду со всех сторон вот они они шьются очень просто вы берете две полоски фоновой ткани одну принтовую соединяете между собой и обратите внимание куда мы заутюживаем мы заутюживаем внутрь принтовой ткани сшиваете и разрезаете вот на эти кусочки на десять с половиной дюймов я сделала вот такие маленькие блоки для соединения вот этих разделительных полос а если еще сюда ну предположим у нас одна звезда да вот сделать вот такую вот окантовку из фоновой ткани это вообще будет у вас красивая столовая салфетка я сейчас вам покажу немножко математики говорить ничего не буду потому что для многих из вас возможно это не пригодится чтобы не занимать наше эфирное время и просто расскажу и покажу сколько для каждых из этих деталей они будут у меня нарисованы на вот этих листочках требуется тканей и сколько мне потребовалось вот для этого роскошного проекта вот с этими гусями так люблю мне нужно было прямоугольной формы одеяло 5 звезд по горизонтали и 6 по вертикали вот 240 на 270 уменьшить размер этого проекта можно уменьшая например вот количество бордюра фоновой ткани или не добавляя его совершенно на ваш вкус вот мой проект я его для вас начертила таких вот звезд у меня 30 дальше вот таких элементов блок в блоке у меня 120 потому что в каждой звезде по 4 далее вот таких 42 и 71 вот такая вот деталь я сейчас вообще ничего говорить не буду просто вот это вот все уберу и если вам интересно сколько каких полос в каком количестве какой ширины для вот этого проекта или для меньшего вы будете делить вам необходимо вы все внимательно посмотрите поставить те остановите видео поставите его на стоп и внимательно все рассмотрите дорогие друзья вот мы с вами и шили где она кстати вот она и шили нашу вот такую вот роскошную красивую звезду я ее очень люблю она у меня мелькает и светит во многих проектах и первое одеяло с этой звездой шито мною девять лет тому назад и прекрасно этот проект живет на даче у моих друзей еще раз вам хочу напомнить о том что вот это вот линейка она не только для этого проекта но и для многих других в ней много функции она очень удобно и служить вам будет всегда и долго я вам очень рекомендую вот в любом месте где хотите то ли это интернет иностранный интернет магазин то ли это алиэкспресс закажите ее это будет ваша надежная помощница ваша подружка я с удовольствием сегодня с вами поделилась тем что меня согревает тем что я умею шейте и если вы когда-нибудь уже думали об этом то как раз пришла пора это сделать с вами как всегда в удовольствии было галина вы этого